Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, автора Мезляк-Полонский и Кер под номером 397. Нас просят упростить выражение и найти его значение. Что значит упростить? Это значит преобразовать это выражение, то есть перемножить многочлены, найти разность многочленов, привести подобные члены. Именно этим мы и будем заниматься. Итак, по цифре 1. А плюс 3 умножаем на А минус 10. Для этого А умножаем на А, это будет А в квадрате, произведение двух множителей, каждый из которых равен А. Теперь 1А умножаем на минус 10, это будет минус 10А. Теперь 3 умножаем на 1А, будет плюс 3А. И осталось плюс 3 умножить на минус 10, это минус 30. Мы видим, что у нас стоит знак минус перед произведением многочленов. Чтобы нам не потерять знаки, не ошибиться, мы оставим в скобках свой результат, а потом откроем скобки, перед которыми стоит знак минус. Итак, А умножаем на А, это А в квадрате. 1А умножаем на минус 4, минус 4А. Плюс 7 умножаем на 1А, будет плюс 7А. И осталось плюс 7 умножить на минус 4, это минус 28. Закрываем скобки. А квадрат переписываем. Минус 10А плюс 3А. Складываем коэффициенты, потому что это подобные одночлены, у них одинаковая буквенная часть А. Минус 10 плюс 3, это минус 7. И дописываем буквы Н. Множитель А. Минус 30. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Для этого все знаки в скобках меняем на противоположные. Было плюс А квадрат, пишем минус А квадрат. Было минус 4А, пишем плюс 4А. Было плюс 7А, пишем минус 7А. Было минус 28, пишем плюс 28. И продолжаем приводить подобные члены. Мы видим, что коэффициенты перед А квадрат и минус А квадрат, это противоположные числа. Плюс 1 и минус 1, их сумма равна 0. Поэтому А квадрат и минус А квадрат, мы говорим, что они взаимно уничтожаются. То есть их сумма равна 0. Теперь у нас есть минус 7А, плюс 4А и минус 7А. У них одинаковая буквенная часть А. Складываем коэффициенты. Минус 7 и минус 7, это минус 14. Минус 14 плюс 4, это минус 10. И дописываем буквенный множитель А. И осталось нам сложить минус 30 и 28. Это минус 2. Так мы с вами упростили выражение, а теперь найдем его значение. Если А равно минус 0,01, то мы получим с вами числовое выражение. Минус 10 умножаем на минус 0,01 и вычитаем 2. Итак, произведение двух отрицательных чисел. Результат будет положительный. Ну а теперь как мы умножаем 10 на число, на десятичную дробь. Мы запятую передвигаем вправо на один знак. Получаем 0,1. И минус 2. Поскольку мы от меньшего числа вычитаем большее, то результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь от двух целых отнимаем одну десятую. Получаем 1,9. Все. Вот мы с вами нашли значение данного выражения. Ну и теперь по цифре 2. Умножаем 8С плюс 12 на 3С минус 1. Для этого 8С умножаем на 3С. Трижды 8 это 24. АС умножаем на С. Это будет С в квадрате. Теперь 8С умножаем на минус 1. Минус 8С. 12 умножаем на 3С плюс 36С. И 12 умножаем на минус 1, минус 12. Поскольку у нас перед скобками стоит знак плюс, он не меняет знаков. Поэтому мы можем на него не обращать внимания и записывать те результаты, которые мы будем получать. 3С умножаем на минус 5С. Будет минус 15С квадрат. 3С умножаем на минус 6. Поскольку мы умножаем числа с разными знаками, результат отрицательный. Трижды 6, 18. И дописываем буквенный множитель С. Теперь 2 умножаем на минус 5С, минус 10С. И 2 умножаем на минус 6, минус 12. Пока что мы с вами только перемножали. И мы знаем, что произведение чисел с одинаковыми знаками, результат положительный. А если произведение чисел с разными знаками, то результат отрицательный. А теперь будем приводить подобные слагаемые. Для этого мы будем уже складывать коэффициенты. Итак, у нас есть подобные 24С квадрат и минус 15С квадрат. У них одинаковая буквенная часть С квадрат. Минус 8С, плюс 36С, минус 18С и минус 10С. Они подобные, потому что у них одинаковая буквенная часть С. И еще у нас есть подобные слагаемые. Минус 12 и минус 12. У них нет буквенной части. Итак, складываем коэффициенты. 24 и минус 15. Это получаем 9. И дописываем буквенный множитель общей С квадрат. Теперь минус 8, плюс 36, минус 18 и минус 10. Минус 8С и минус 18. Это минус 26. Минус 26, плюс 36. Это 10 и 10 минус 10 получаем 0. Поэтому мы можем сказать, что наши слагаемые с одинаковой буквенной частью С в результате сложения дали нам результат 0. И осталось нам минус 12 сложить с минус 12. Это будет минус 24. Мы с вами упростили выражение. И теперь найдем его значение, если С равно 1 целой и 1 трети. Поскольку мы с вами результат будем умножать, в результате С, значение С мы будем умножать, возводить степень, то представим это смешанное число в виде неправильной дроби. 1 умножаем на 3, 3, 3 плюс 1, 4. Это числитель, знаменатель без изменений. 4 третих. И получим с вами числовое выражение. 9 умножаем на 4 третьих в квадрате. И минус 24. Что значит возвести в квадрат? Это умножить само на себя. Итак, 9 умножаем. 4 умножить на 4, 16. 3 умножить на 3, 9. И минус 24. Как мы умножаем дробь на число, которое кратно знаменателю? Мы это число делим на знаменатель и результат умножаем на числитель. 9 делим на 9, это 1. 1 умножаем на 16, 16. И минус 24. Мы от меньшего числа вычитаем большее, поэтому результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньшее. От 24 вычитаем 16. Получаем 8. Итак, минус 8 это значение данного выражения. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Продолжение следует...